Привет, Mobius. Привет, ребята. Рад приветствовать всех, кто решил посетить наш доклад здесь в зале, а также онлайн. Меня зовут Евгений Курсаков, я работаю в Тинькофф, я техлит команды разработки дизайн-системы под Android. И совсем скоро вы узнаете, как мы эту дизайн-систему создавали под Jetpack Compose. Расскажет нам про это Михаил Стручков, мой коллега. Но перед тем, как мы начнем, я хочу обратить внимание на QR-код, который вы сейчас видите. Я прошу вас отсканировать, там вы можете зайти в чат докладов, вы можете во время всего доклада задавать свои вопросы. За лучший вопрос оффлайн у нас есть приз, то есть мы в дискуссионной зоне, потом посмотрим все вопросы оффлайн и онлайн, все ответим. А также там можно оценить доклад. Очень прошу вас составить оценку нашей работе. Миш, Compose — это одна из основных тем этой конференции. Я насчитал в расписании, это уже шестой доклад по Compose. Что в твоем докладе будет нового для наших зрителей? Что они могут узнать такого, что не было в предыдущих докладах? В докладе мы будем смотреть на Compose в бою, в части применения его в UI, в том числе нестандартном. Будет много кода, примеров, анализа, боли и грабли, через которые мы прошли, наступили, и опыт, как, конечно же, наш в разработке дизайн-системы. Погнали. Отлично. Давайте начинать. Слово Миша. Итак, да, всем привет. Кому в первую очередь будет полезен сегодняшний доклад? Думаю, большинство из вас — это практикующие Android-инженеры, кто внедряет дизайн-систему у себя в компании или хочет ее внедрить, но пока еще не знает, с чего начать. Также, как я уже сказал в докладе, сегодня будет много про нестандартный UI. Мы поговорим про тонкости его реализации и рассмотрим один из инструментов, который, на мой взгляд, наиболее недооценен и который мало освещают. Итак, да, меня зовут Стручков Михаил, я Android-разработчик в команде Core UI, и мы с ребятами уже больше двух лет занимаемся разработкой универсальной дизайн-системы под все приложения Тинькофф. У нас есть своя команда дизайнеров, разработчиков, которые эту дизайн-систему проектируют, разрабатывают и тестируют. Итак, что нас ждет сегодня? Сначала я покажу вам вкратце, что такое дизайн-система Тинькофф UI, что в ней есть, с чем мы работаем. Затем посмотрим, какие эксперименты с Composer мы проводили, прежде чем начали вообще реализовывать дизайн-систему для продакшена. Двинемся к разработке дизайн-системы V2. Это та самая, которая у нас используется сейчас. Что мы брали во внимание и как ее проектировали. Дальше будет чуть больше хардкора, уже будут какие-то прикладные кейсы. Рассмотрим не все, но самые основные, которые, на мой взгляд, показались наиболее интересные. И в конце дизайн-ревью. Нас на нем немножко покусали. Расскажу, как так получилось и почему мы это не смогли пофиксить до того, как релизнули нашу дизайн-систему. Итак, Тинькофф UI, как я уже говорил, это универсальная дизайн-система для мобильных приложений Тинькофф. В первую очередь она состоит из таких базовых кирпичиков, как палитра, иконки, типографика, все то, что позволяет нам строить наши компоненты. Сейчас у нас уже более 40 компонентов самого разного уровня, начиная какими-то примитивными кнопками, продолжая компонентными карточками, в которых можно всякие кнопки и все остальное складывать, и заканчивая полноэкранными онбордингами, которые также можно создавать на основе нашей дизайн-системы. Из особенностей в нашей дизайн-системе лежат все стили для наших компонентов. За счет этого мы достигаем консистентности между нашими продуктами, пользователю не нужно привыкать к новым продуктам, если он, допустим, из мобильного банка что-нибудь захочет в инвестиции сделать. Ну и дизайнерам, соответственно, проще перетаскивать эти кнопки из нашей дизайн-системы к себе в макеты. В наших компонентах, соответственно, есть анимации, анимации специфицируются также нашей дизайн-системой, и дизайнеры очень не хотят, чтобы они менялись на стороне приложений. То есть нам нужно сделать их очень ограниченным вариантом для API. И последнее, что нам доставляет на самом деле очень много боли, о чем я сегодня расскажу, это кастомные тени. Стандартные андроидовские по определенным причинам нам не подходят. Расскажу почему и что мы с ними делаем. Дизайн-система уже полностью реализована на Vue, все 50 компонентов, ну практически, потому что там есть всякие доработки со стороны дизайнеров, периодически к нам приходят, просят что-нибудь доделать. Итак, вот 2023 год, начало где-то январь, к нам пришли два основных приложения, это инвестный мобильный банк, сказали, что все, мы теперь делаем экраны на композе, мы почувствовали наконец-то водоушевление, потому что нам предстояло заниматься чем-то новым, интересным. Опыта в композе в нашей команде на тот момент практически не было, но он ограничивался какими-то своими пэт-проектами. И вот мы начали наконец делать дизайн-систему, а именно ее прототип. Выглядел он примерно так, не очень хорошо, и давайте посмотрим, что в ней вообще было, что было так и что сделано не так. Первое, что в ней было, это тема. Ну, кто работает с Material, думает, знаешь, что тема — это просто какой-то скоуп, который можно прокинуть глобальный набор параметров и использовать по всей верстке. В этой теме могут быть цвета, типографика, тени, какая-то размерная сетка, все, что вы хотите глобально сложить. И на самом деле тема переехала вот в первозданном виде, в котором она описана здесь, в том же виде она переехала у нас и в дизайн-систему V2. С ней все хорошо. А вот плохо было с самими компонентами. Во-первых, они были все по-разному реализованы. У них был большой набор параметров, сложно было разрабатывать в едином стиле, нам никто в этом не помогал, и нужно было как-то эту проблему исправлять. Вторая особенность нашей дизайн-системы, что мы поставляем ее в виде библиотеки полноценного арника, он тянется также и транзитивно другими командами, и нам нужно было сохранять бинарную совместимость, потому что никому не интересно пользоваться библиотекой, у которой ломается бинарная совместимость. Пресеты выглядели криво, как требование дизайна, поскольку количество параметров наших компонентов было большим, и объединять это в пресет было очень проблематично. И как итог из всех предыдущих пунктов, у нас не было помощи со стороны команд мобильных приложений, никто нам не помогал, и четвером, как разработчики дизайн-системы, мы не могли ее запилить быстро. Какие мы вынесли требования из этих проблем? Что, во-первых, API должно быть в первую очередь единообразным, понятным и простым. Все понятно. Архитектура не должна сказываться на производительности, UI должен работать быстро, не должно быть лишних рекомпозиций. Это тоже понятно. Бинарная совместимость — это не только совместимость текущего кода, но и будущие фичи, которые будут добавляться в наши компоненты, также должны соблюдать бинарную совместимость с предыдущими версиями. И пресеты, как требование дизайна, их должно быть, возможно, легко создавать и использовать. И мы, как простые разработчики, естественно, не стали пилить все с нуля, а первое, что мы сделали, это посмотрели на рынок и посмотрели на материал. Материал — тоже дизайн-система, тоже универсальная, распространяется в виде библиотеки. Но мы подумали, что сейчас мы посмотрим, как там сделано, и сделаем так же. Ну, давайте провалимся внутрь. Кнопка. Как самый популярный компонент этой дизайн-системы, я буду рассматривать материал 3. Первое, что мы видим, здесь большой набор параметров. То есть можно сделать теоретически какого-нибудь франкенштейна, франкенштейна, у которого будет какой-нибудь цвет, да, странный элевейшн и еще обводка. Нам такое, к сожалению, не подходит. Второе — это контент. Что такое композабл контент? Вот на примере. Вот нам нужно сделать вот такую кнопку, у которой есть иконка слева и текст. Как сделать такую иконку? Какой должен быть отступ от иконки до текста? Где взять всю эту информацию? Непонятно. Она описана в документации, но как разработчики часто мы читаем документацию. Я думаю, что нет. И мы выписали этот момент себе на подумать, как мы можем оставить прежнюю гибкость, как в материал, но при этом сделать простоту для более, так сказать, дефолтных вариантов использования. И чуть-чуть провалимся в реализацию класса button colors, который служит для задания цветов этой кнопки. И здесь видно, что теперь с материал 3 — это класс с internal конструктором. Создать его можно только с помощью специальных билдер-функций. Но вот кто пользуется материал 2, знает, что материал 2 — это интерфейс и торчит, в принципе, с вполне себе приличными функциями, со стейтами наружу. Почему сделали в материал именно задание button colors таким образом? Непонятно. Здесь у нас пропали стейты. Сделать какую-то анимацию переходов теперь гораздо проблематичнее. Вернее, ее можно сделать, но с костылями. Но это выглядит немного странно, на мой взгляд. И какие выводы из того, что мы посмотрели материал, мы сделали? Во-первых, он плохо расширяется. Особенно материал 3. Там особенно чувствуется, что закрутили гайки, и это не очень хорошо. Второе. Если мы будем использовать материал как базу для наших компонентов, нам рано или поздно понадобится мигрировать на новый материал. Мы знаем, что материал 3 — это вообще отдельная библиотека. С материал 2 она не имеет ничего общего, и нас такой вариант не устраивает. А третье — это то, что разработчики могут использовать совершенно другой материал, и мы будем тащить дополнительные зависимости. У нас появятся дубли в реализациях, нас тоже такой вариант не устраивал. И мы начали думать, что нам делать. Первая же мысль, что мы создаем свою дизайн-систему на основе Jetpack Compose Foundation. Однако прежде чем начать разработку дизайн-системы, мы решили посмотреть, а как вообще сейчас борются с дизайном наши разработчики, которые уже пилят экраны. И мы выяснили, что материал уже используется. Используется он уже в таком примере, как провайдинг каких-то материалских composition local, например, цвета. И мы подумали, круто сделать, чтобы миграция на нашу дизайн-систему была бесшовной. Ведь если они будут мигрировать, ребята, разработчики мобильных приложений на нашу дизайн-систему, им придется повторно писать эти composition local'ы наши, и это будет просто дубль кода. Мы подумали, а может быть мы сможем использовать материалские composition local'ы. И идея нам показалась интересной. В первую очередь мы подключили материал как compile-only зависимость в нашу библиотеку. Это позволило нам получить доступ к коду материала, но при этом не поставлять ее как зависимость в runtime class path. И написали небольшой хак. Мы написали небольшую функцию, здесь это property, из material available, которая проверяет, а есть ли какой-нибудь, например, класс button у нас в runtime class path. Если есть, значит материал подключен, и мы можем использовать материалские composition local'ы. Если же его нет, мы создаем собственные. Ну и теперь мы можем объявить этот composition local и, в принципе, использовать его у себя, а на стороне приложений по-прежнему будет использоваться материалский. Вторая простая мысль. А почему бы нам не сделать первую версию дизайн-системы, используя текущую вьюшную? Ведь у нас она реализована, и, возможно, это нам очень сильно поможет. Я решил провести эксперимент, сделать вот такую самую базовую карточку нашей дизайн-системы, у которой есть хедер и ячейка с данными. Давайте попробуем накидать api-шку того, что мы хотим сделать. Ну, на примере хедера передаем просто какую-то composable slot, хедер, создаем ту самую интеропную Android view, в factory передаем ту самую вьюшку из нашей вьюшной дизайн-системы. Она у нас называется to large card layout. А затем в функции update мы делаем следующую логику. Если та лямбда для хедера, которая была в параметрах не нул, мы с помощью addView добавляем compose view и вызываем эту самую лямбду. Здесь я очень сильно упростил код, там можно добавить кэширование, чтобы лишний раз не добавлять addView. Ну, а, соответственно, если у нас это lambda нул, мы просто удаляем у нас эту вьюшку из верстки. И теперь давайте чуть-чуть углубимся и посмотрим, что у нас в глубинах compose view происходит. А происходит там создание еще одной Android compose view, которая и служит тем самым мостиком между compose миром и вьюшным. Там она подписывается на view callback, выполняет композицию, ну и все, в принципе, что нам нужно в компоузе. Здесь созревает первый вывод, что в таком подходе у нас получается большая иерархия вложенных вью. А точнее, чуть более, чем в два раза больше, чем обычного XML-варианта. То есть мы на каждую лямбду в параметрах создаем, compose view, плюс у нас интероп на Android view и вьюшка из нашей дизайн-системы. Как мы знаем, это все очень плохо влияет на производительность, но я решил это еще раз проверить. Я создал просто 500 таких харточек в лазикала мне и решил сделать такой простой юзер-кейс, просто проскролить их вверх и вниз. На экране среднее время выполнения фрейма. К сожалению, оно 26,5 миллисекунд. А как мы знаем, для того, чтобы UI работал плавно, нам нужно 16,6. К слову, здесь все как нужно. Minify enabled, там релизная сборка. И проверял я на своем собственном устройстве на Samsung S21, который недавно был флагманом от Samsung. И становится очевидно, что лагает именно интероп. Ну, к слову, те же самые эксперименты я провел на боксах row и колоннах и получил 4,4 миллисекунды за кадр. Стало понятно, что вьюшную дизайн-систему использовать сложно, поскольку эффект на производительность колоссальный. И именно такой эффект появляется при вложенности compose в view, view в compose и так несколько раз. И достаточно один раз это обернуть, чтобы получить, к сожалению, такой негативный эффект. Мы начали думать, как нам создавать дизайн-систему с нуля, какой у нее должен быть API, собирали кучу встреч, читали best practices, очень долго делали какие-то выводы, документацию. Ну и по итогу у нас через месяц обсуждения родился документ, в котором мы зафиксировали одно важное правило для нашей дизайн-системы. Что весь API наших компонентов должен состоять из двух основных интерфейсов. Это appearance и size. Appearance — это интерфейс, где мы описываем все, что касается внешнего вида компонента. Это бэкграунды, а также анимации. Анимации мы вытаскиваем в виде animation spec. Объясню, почему именно так, а почему мы не сделали это с помощью стейтов. Чуть попозже. Ну и, например, мы теперь можем сделать желтую и черную кнопку. В сайзах мы описываем все, что касается размеров. Это отступы, пэддинги, размеры текстов. Ну и, в принципе, все, что касается именно размерности. Теперь мы можем сделать большую кнопку, маленькую кнопку. Ну вот многие уже, я думаю, особо зоркие могли заметить, что мы не используем стейт. Но логично в материал именно стейт. Почему мы от него отказались? Давайте попробуем порассуждать и объясню, в чем была логика. Стейт, да, удобен для анимации. С помощью animate что-то из стейт мы можем сделать простой переход. Например, кнопки из enable, состояние в disabled. Но другое дело, хотим ли мы давать пользователю возможность таким образом анимировать компоненты. Чаще всего ответ был нет. Иногда получалось, что часть анимации получалась вытащить в стейты, а часть будет внутренней логикой компонента. И консистентности в этом вопросе достигать не получалось. И именно поэтому мы наружу теперь вытаскиваем animation spec, и они позволяют какие-то длительности анимации менять, и менять ее, например, кривую. Но ведь вы скажете, что стейт — это не только про анимации. Стейт также нужен для того, чтобы Compose рекомпозировал те места, где он читается. И в этом случае, если пользователю необходимо, чтобы в рантайме кнопка, например, поменяла какое-то свое поведение, например, скругление, в своем коде потребители дизайн-системы явно будут использовать стейты, например, тот же самый remember updated state, и все будет работать как нужно. Другое дело, что ребята лишний раз задумываются, а действительно ли они хотят менять что-то в рантайме. Мы подумали, что реализация компонента, реализация интерфейса самостоятельно — это будет достаточно трудоемкая задача, и мы напилили для этого код-ген. Код-ген — это просто генерит нам вот такие билдер-функции, где каждая лямбда, которая в параметрах, соответствует функции в интерфейсе. Также мы напилили с помощью нашего код-гена функцию копирования для того, чтобы мы могли создавать новые пресеты на базе текущих, изменяя какой-то ограниченный набор параметров. Кода-то многовато, поэтому если вам интересно, подойдите ко мне после доклада, обязательно расскажу, покажу, как это все можно сделать. Теперь на стороне приложения очень легко собрать компонент, просто заиспользовав нужные стили из одноименно названных обжектов. Помните, в самом начале доклада я сказал, что в материале сделали очень большую гибкость в виде контента композабла. Можно оставить такой в случае для использования, то есть такую опишку, а можно сделать для простых случаев контент-бейст перегрузку, когда не нужна дополнительная кастомизация, мы можем просто использовать перегрузку с композабл лямбдой и прокинуть туда какую-то дефолтную реализацию. Одновременно получилось и гибко, и удобно. Теперь немножко пойдем вверх и расскажу, как мы разделили нашу дизайн-систему на модули, в Gradle модуле. В Gradle модуле дизайн-системы у нас лежат сами компоненты, а в модуле с стилями лежат, соответственно, стили. И в этом есть одна идея, которую мы вынашиваем все еще. Мы очень хотим заопенсорсить нашу дизайн-систему. Таким образом, стили у нас останутся проприетарными, точнее нашими, а дизайн-система будет лежать в публичном доступе, и вы также сможете ей пользоваться и затаскивать свои приложения. Поэтому следите за нашим блогом на Хабре. Я думаю, мы обязательно к этому дойдем. Итак, какие у нас получились промежуточные результаты? Во-первых, мы не стали использовать Vue из-за проблем с производительностью. Реализовали нужный интеропс-материал. Возможно, если он у вас также используется, он вам понадобится. Выбрали архитектуру для API-компонентов и отделили реализацию от стилей для того, чтобы ее заопенсорфить. Теперь перейдем к чуть более хардкорной истории про нестандартные кейсы. Здесь я подобрал два стандартных и нестандартных кейса, которые встречаются в большинстве дизайн-систем и чаще всего реализованы с помощью костылей. Первый кейс — это контент с бейджем. У нас есть какой-то компонент, в который можно сложить контент. Например, это аватар со звездочкой и бейдж. Бейдж — это вот эта галочка, которая находится в углу. Чаще всего разработчики делают что-то подобное. Они заводят бокс, складывают туда контент, в данном случае это аватар, и бейдж. А у бейджа располагают, соответственно, в углу и делают какое-то хардкорное выравнивание. Все работает отлично, но здесь в таком случае не провести какие-то конкретные расчеты. И второе, если мы делаем это в дизайн-системе, то всем потребителям дизайн-системы придется явно указывать этот оффсет, а мы хотели, чтобы все работало автоматически. Кроме того, у нашего бейджа в нашей дизайн-системе были следующие требования. Бейдж может быть совершенно любого размера и формы, а также он обязан располагаться строго в углу и обязательно под 45 градусов того компонента, к которому он прикрепляется. И мы подумали, что интересная идея будет реализовать якорные точки. То есть якорные точки позволят нам запровадить точки интереса, то есть это будет выглядеть как своеобразный двусторонний скотч, который мы клеим на компонент, а снаружи на этот скотч клеим этот бейдж за какую-то точку. И в этом нам очень помогают alignment-лайны. В композе, про которые почему-то очень мало рассказывают, эти alignment-лайны служат для того, чтобы мы могли передать данные от child к parent в разрезе layout. То есть там можно передать простые int, которые задают нам горизонтальные и вертикальные линии. Здесь очень простая идея, что с помощью двух непересекающихся линий можно задать точку. И как раз эта точка на бейдже будет точкой, за которую мы будем его крепить. А на контенте это будет та самая точка, на которую мы будем крепить тот самый бейдж. Теперь нам нужно все это имплементировать. Мы создаем те самые alignment-лайны для бейджа и alignment-лайны для контента. Ну, на примере какой-то одной точки. На самом деле их там будет много больше. Дальше с помощью стандартного layout-модифайера в функции layout мы можем воспользоваться третьим параметром, в который мы можем передать биндинг того самого alignment-лайна к какому-то числу. Это число и будет результатом вычисления. То есть та точка, за которую мы должны зацепить. Отлично. То же самое делаем для аватара, того самого, который будет у нас служить контентом. Да. Теперь вернемся к самому компоненту, который будет располагать и контент, и бейдж. Это у нас будет кастомный лояут. Почему кастомный лояут? Потому что именно он умеет работать с этими alignment-лайнами. Здесь мы реализуем тот самый measure policy, который нам необходим в кастомном лояуте. И, например, в бейджа мы можем просто вытащить те самые alignment-лайны с помощью функции get, который есть у каждого placeable, и расположить его каким-то образом на нашем лояуте. Ну и ту же самую процедуру повторить для контента. Теперь, ну, код с расчетами я пропущу, потому что там некоторые математические вычисления, они очень интересные. Теперь все работает из коробки для нашего компонента, то есть для аватара и бейджа. Если потребителям дизайн-системы, то есть разработчикам, нужно сделать что-то свое, они могут также воспользоваться alignment-лайнами и каким-то образом у себя запровайдить, и они также будут являться точками, за которые alignment-лайн, ну, этот бейдж будет зацепляться, например. И второй кейс разработки нестандартного UI, который я бы хотел сегодня особенно рассмотреть, это кастомные тени. Как они заставляют содрогаться опытных разработчиков, если вы не используете стандартные андроидовские, страшно представить, как они легко делаются в фигме. Итак, какой есть самый простой способ создания тени в композе? Это graphics layer, задаем туда elevation, какой-то цвет и источник освещения. И такой вариант имеет место быть в двух но. Если вас устраивают стандартные андроидовские тени по дизайну, что нас уже не устраивало, и вы не анимируете альфу у вьюшек, у которых есть тень. Нас такой вариант, к сожалению, не устроил. Мы делали и то, и то, но здесь у вас наверняка возник резонный вопрос, а что там с альфой-то? И проблема изображена на экране. Здесь изображена вьюшка, у которой альфа примерно 0.9. И как повелось, наши тени рисуются, как всегда, за границей нашего компонента и обрезаются. Во вьюшках нас спасал флажок клип Children Falls. На самом деле во вьюшках при альфе меньше единицы это не работало. Так вот, почему обрезается тень при альфе меньше единицы? Ответ кроется в двух словах. Это off-screen layer. Андроид использует off-screen layer как специальный буфер, куда помещает вьюшку, затем на эту вьюшку накладывает альфу и возвращает эту вьюшку обратно на экран. И сделано это для того, чтобы в случае имеющихся наложенных друг на друга вью, они не просвечивали друг по другу. То есть все просто. Как можно эту проблему решить во вью? Во вью есть один замечательный метод, функция. Это onset alpha, в который мы можем вернуть true в кастом на вьюшке, сказав при этом андроиду, что мы теперь сами ответственны за применение альфы. Там прямо в документации сказано, что если вы уверены, что можете сделать применение альфы быстрее, чем в off-screen layer, определяете это в true и делаете это сами. И функции draw, именно в draw, которая вызывается до отрисовки букграунда, мы сначала рисуем тень с нужной нам альфой, а именно с какой-то, применив к цвету тени ее, а уже затем используем ту самую layer операцию, которая отправляет нашу вьюшку туда, в буфер, и потом возвращает обратно. Как эту проблему предлагает решить Compose? В 1.5, в Compose 1.5 появился Composition Strategy, это Enum, у которого есть три параметра. Auto, который по умолчанию равен, off-screen и modulate alpha. Как уже видно, off-screen это тот самый механизм, помещающий нашу вьюшку в off-screen буфер. Modulate alpha как раз применяет альфу непосредственно на экран, и у нас компоненты накладываются друг под другом, то есть начинают просвечивать, вернее. Я решил это проверить, применил модулайт альфа, и вот здесь плохо видно, но тень начинает просвечивать под вот этим компонентом, чипсом. И здесь на самом деле можно было остановиться, потому что, как правило, компонент с какой-то альфой у нас находится в период анимации. Анимации длятся у нас до 100 миллисекунд, и в целом это вполне приемлемо, но не для нас, поскольку мы дотошные ребята, мы делаем дизайн-системы, мы хотим, чтобы все выглядело идеально, и чтобы наши дизайнеры больше к нам с этим вопросом не приходили. И мы нашли хардкорные решения. Заключается оно в двойном лейаутинге. Сейчас я не предлагаю смотреть на левую сторону экрана, а ограничиться только общей концепцией, которая будет справа. Если вам понадобится, вы всегда сможете вернуться к докладу и посмотреть на код, как мы это делали. Идея заключается в том, что мы просто увеличиваем размер того самого буфера, чтобы в него влезла тень и отправить его уже вовскрин. Затем на втором лейаут проходе, а точнее первом, верхнем, мы просто сообщаем композу те размеры, которые действительно имеет вьюшка. Ну, тот самый композ, который мы хотим расположить. Ну, чтобы у нас верстка не поехала. Затем мы располагаем наш компонент в увеличенный лейаут и применяем ему лейер. Тот самый, чтобы отправить его туда. И затем перемещаемся на начальное положение. Вот и все. Вся идея заключается в этом. Теперь у нас было вот так, а стало вот так. Тень теперь точно не просвечивает под компонентом, поскольку она теперь участвует в нашем оффскрин буфере. Какие выводы из разработки кастомного лейаута в композ можно сделать? Во-первых, в нем очень много интересных инструментов для UI, о которых я сегодня не рассказал. Например, сабкомпоз лейаут, есть даже лейауты для двойных межрингов, есть парен дата модифайера, но это суть отдельного доклада. Возможно, я также на него созрею чуть позднее. Инструменты легко использовать не так, как надо. Например, вместо alignment line, в том случае, который я рассмотрел, можно было пойти по пути парен дата модифайера и убедиться, что на самом деле его внутрь-то никак не спрятать. Нужен он больше именно для того, чтобы сделать какой-то публичный API. И третье, что из коробки по-прежнему нет того самого решения проблемы кастомных теней, которые мы так ждали и, к сожалению, не получили. И последнее, что я сегодня хотел бы затронуть, какую тему, это дизайн-ревью. Прежде чем релизить дизайн-систему, мы обязательно проходим его и убеждаемся, что все наши компоненты, которые мы разработали, соответствуют дизайну из фигмы. На экране у нас сейчас расположена ячейка. Причем это ячейка из нашей дизайн-системы. Причем не просто ячейка, а это дизайн. То есть наш скриншот с мобильного устройства, наложенный на дизайн из фигмы. Здесь видно, что в принципе дизайн получился более чем пиксель-перфект. Единственное, там немножко стрелочка съезжает справа, но нас это вполне устраивает. Это у нас погрешность на DPI, и мы релизим первую версию нашей дизайн-системы из пяти компонентов. Через две недели использования дизайн-системы в Проде нам приходит от дизайнеров такой баг-репорт. Они тоже наложили скриншот на фигму и получили какое-то странное смещение. И видно, что почему-то поехал текст, причем поехал сразу везде, особенно видно на description. И оказывается, что есть что-то, что используют разработчики, и что не используем мы в своей дизайн-системе, а это материал. И в материале есть такая замечательная строчка, как provide text style, typography, body 1. Она там немножко спрятана, но давайте я вам покажу, что там находится внутри. Body 1 — это какой-то текстовый стиль, у которого, внимание, letter spacing 0.5 SP. И почему-то материал по всему коду глобально проводит этот самый letter spacing. Для меня до сих пор загадка, ведь для view дизайн-системы они не сделали ничего подобного. То есть Compose пробрасывает какие-то свои глобальные, вернее, материал в глобальные параметры, и это все влияет на всю верстку в материал-скопе. Но кроме того, у нас есть еще и проблема брат. Той самой проблемой с текстами, а заключается она в цветах. Здесь видно, что мы хотели получить, например, если посмотреть направо, серый текст, получили черный. Хотели белую иконку, а получили какую-то бледно-тускло-белую. И в чем заключается проблема? Ну, теперь-то мы уже знаем, куда копать, а копать нужно в тот самый материал. Но копать нужно было еще глубже, потому что эти две строчки спрятаны еще дальше, где написано, что local content alpha provides local content alpha high, где high — это значение 0.87, которое применяется только в светлой теме. И оказывается, что Compose компоненты, материалские Compose компоненты, если мы явно не провайдим туда какие-то цвета, используют local content color, что логично, и подмешивают этому local content color ту самую контент-альфу. И, например, если мы делали серые цвета как черные с какой-то альфой, то теперь они просто станут черными. И Compose — это материал, это вообще никак не волнует. Как можно, да, как можно эту проблему пофиксить? А пофиксить ее можно на самом деле очень просто, запровайдив те самые composition local, которые нам все ломают. То есть альфу мы проводим в единичку, а текстовый стиль мы проводим на какой-то свой, где таких проблем больше нет. Здесь мы, я уже использую именно наши дизайн-системы, local design-системы, но под капотом они, как я уже рассказывал в начале, будут использовать local из материала. Но это еще не все. Использовать фиксы нужно именно внутри материал темы. Если мы сделаем наоборот, материал снова затрет наши значения на собственные. И если мы сделаем это в любом месте кода, то проблема никуда не исчезнет, а снова появится. И, видимо, материал и неочевидность это слова-синонимы. Какие результаты из прохождения дизайн-ревью мы получили? Ну, во-первых, мы стали прям полноценно избегать материал-компонентов из-за этих проблем, потому что мы о них знаем, но, возможно, разработчики о них знать не будут. Во-вторых, мы начали избегать использование публичных композишн-локалов. Как я уже сказал, это очень мощный инструмент, но с помощью которого можно привнести неочевидные проблемы, о которых получится узнать только когда мы заглянем вовнутрь. И третье, чтобы все это дело пофиксить, что нам привнес материал, мы просто делаем правки в нашу тему, чтобы эти проблемы победить. Итак, доклад, в принципе, близится к концу. Какие мы сделали выводы, итоги получили в процессе разработки дизайн-системы. Ну, во-первых, мы выработали подход к реализации компонентов на Compose, который на самом деле нам все еще не мешает, больше помогает. И каких-то проблем в этих интерфейсах на самом деле нет. На этом подходе мы уже напилили больше 15 компонентов, даже уже ближе к 20. наконец написали документацию, как нужно все делать хорошо и правильно. К нам начали приходить ребята, очень активно помогать, дотаскивать нам компоненты, сами практиковаться в Compose, и это очень хорошо. И перестали бояться материал с его неочевидными проблемами, просто начали их исправлять с помощью собственной темы. И в конце доклада я бы хотел прорекламировать свой предыдущий доклад. Я сегодня не раскрыл много тем, в том числе про тестирование дизайн-системы, про то, как с ней работают дизайнеры, про то, как вообще ее используют разработчики на стороне приложений, как они взаимодействуют с макетами. Об этом всем есть информация в этом докладе. Доклад небольшой. Сканируйте QR-код, смотрите доклад дома. Я думаю, вы для себя обязательно найдете что-то интересное. И на этом хочу сказать, что в любой момент вы мне можете написать в Telegram на почту и где угодно. Плюс дизайн-системы заключается в том, что мало чего находится под NDA, и если что, я могу раскрыть чуть больше информации. Большое спасибо за внимание. На этом у меня все. Еще раз напоминаю про QR-код. Если вам понравился доклад, оставляйте вашу обратную связь. Если не понравился, то тем более оставляйте. Мне будет важна любая критика, чтобы делать доклады еще лучше. Спасибо, Миш. У нас осталось довольно много времени на вопросы. Сейчас, да, вот тут уже зала уже есть. Привет, спасибо за доклад. Не очень понял. Вот смотри, есть у вас, получается, собственно, тема, которая на Foundation основана, есть собственные компоненты. Зачем разработчики используют Material? То есть, может быть, проще запретить им это делать, чем пытаться бороться Material, его оборачивать и так далее? Возможно, это было бы проще, если бы они не так активно начали использовать Material, пока не дождались разработки нашей дизайн-системы. Они очень активно начали писать компоненты, и при этом они использовали Material-тему, как обертку над каждым экраном, который они писали. Поэтому нам пришлось сделать именно такой интероп, чтобы это все работало бесшовно, а уже затем запрещать использовать Material. Понял, спасибо. Да, давайте зачитаем вопрос из чата. Вот, там про генератор функций для сайзов и прочего. Что он на вход получает? Что получает генератор? Сейчас я промотаю. На самом деле генератор получает, как это все работает. У нас есть интерфейс. Этот интерфейс помечается специальной Анаташкой, которая сообщает KSP о том, что этот интерфейс, он, собственно, кандидат на то, чтобы ему сгенерить имплементацию. Сейчас, где я там это? Далеко, да. Вот у нас эта билдер-функция генерится с помощью KSP, которая смотрит на эту аннотацию интерфейса. Сейчас я покажу этот интерфейс. Вот, например, это button size. Она там еще помечена этой Анаташкой. И просто смотрит KSP на те функции, которые есть в этом интерфейсе, и эти функции становятся теми самыми лямбдами в параметрах. Работает это так. Да? Михаил, здравствуйте. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть приоткрыть завесу тайны. Вы упомянули о дизайн-ревью. А как это у вас устроено? Я имею в виду сложность, которая возникает, когда, если мы, допустим, используем концепцию атомарного дизайна, у нас не все сочетания молекул представлены в организмах. Ну, то есть, у вас на слайде был сложный компонент, но не все его сочетания могли быть в сторибуке. Откуда дизайнеры вообще взяли этот скриншот? Как вы все фиксируете контракты? Хороший вопрос. И на самом деле мы стараемся в дизайнах фиксировать как можно больше контрактов. Мы описываем практически все варианты использования того компонента, который они описывают, чтобы понимать, что здесь мы можем положить вот это, вот это, вот это, и все эти дизайны мы, соответственно, имплементируем в нашем сторибуке. Этот сторибук уже просматривается нашими дизайнерами, сравнивается с фигмой и все остальное. Проводится скриншот тестирования. Если этот компонент уже старый, например, мы должны убедиться, что у нас не поломались предыдущие имплементации. И, в принципе, работает это примерно так. То есть в сторибуке у вас отражены некие разрешенные состояния, потому что, может, с чисто математической точки зрения бывает состояние, в котором дизайнер говорит, ну, такого никогда не будет, а мы, как программисты, когда его кодируем, мы знаем, что он может быть. То есть вы прям явно указываете, что такое состояние запрещено, мы его не обрабатываем. Выглядит это примерно так, но если все-таки разработчики приложения что-то сделали, такое, что запрещено в нашей дизайн-системе, они приходят к нам в чат поддержки, говорят, мы что-то тут наделали, посмотрите, типа, с точки зрения дизайна, это валидно или нет. Все, мы призываем дизайнеров, они смотрят, и если это валидный кейс, то мы доделываем этот кейс в нашей дизайн-системе. Если же не валидный, то просто отпинываем, говорим, что вот используйте то, что у нас разрешено сейчас. Большое спасибо. И вытекает из этого вопрос, как организуете процесс тестирования? Ведь по идее, изменение в дизайн-системе это изменение на любом экране, на вообще произвольном. Это тоже хороший вопрос. Все фичи, которые мы добавляем в нашу дизайн-систему, они версионируются. То есть тот дизайн, который был до этого, он не ломается. Мы делаем, допустим, новый стиль, вот, допустим, там поменялся какой-нибудь отступ между иконкой и текстом в стиле, то мы делаем новый сайт какой-то для кнопки, который у нас теперь становится актуальным, а предыдущий становится деприкейтед. Все. То есть у нас он по-прежнему используется на стороне приложения, но ребята теперь точно знают, что нужно переезжать на новый, где у нас проблемы дизайна по фикшене. Чтобы быстрее переезжали, для этого у нас есть линд-правила, которые мы также вместе с нашей библиотекой поставляем. Окей, спасибо большое. Спасибо за вопросы. Так, давайте вопрос из чата. Тут было два вопроса, почему мы не используем дата-классы, почему нужны вообще эти интерфейсы? Почему нужны интерфейсы? Ну, как минимум, потому что здесь у нас функции Composable. Нужны они именно для того, чтобы мы могли достать какие-то локалы, например, Density и что-нибудь сконфигурировать. Привет, спасибо большое за доклад. У меня вопрос такой. Как вы решили проблему с тем, что некоторые компоненты, например, которые отображают текст, могут принимать на вход string, либо int как ресурс, либо annotation string, чтобы отображать текст с разным цветом? В чем заключается проблема? Можешь поподробнее? Ну, то есть, типа, вы делали какую-то обвязку над текстом или вы делали overload функций? Для этого, да, для этого мы просто используем перегрузки, если нужно, чтобы у нас поставлялся, то есть, есть простая перегрузка с текстом, как стрингой, если перегрузка посложнее с annotated стрингой, здесь, в принципе, мы ничего нового не придумали. Но в основном у нас скорее перегрузка прям со слотом, который текст с композа был, и ты туда можешь любой текст передать, или даже не текст. Вот. А остальные вспомогательные для каких-то частых случаев, если там стрингу надо передать. Ага, я понял, спасибо большое. Еще на третьем ряду. Хорошо. Вопрос. Как мы передаем коллбек в компоненты? С чата Максим задал. Как мы передаем коллбек в компоненты? Что именно под коллбеком подразумевается? У нас, в принципе, в дизайн-системе нету каких-то коллбеков, потому что мы не имплементируем логику. Наша дизайн-система это исключительно про дизайн, и дизайне, в принципе, коллбеки особо и не нужны. Если нужны, то делаем что-то похожее на какие-то классы, в которых может лежать какое-то состояние типа стейпов. Привет. Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первый. Что используете для снапшот-тестирования? И второй. Как из фигмы данные попадают в дизайн-систему? Спасибо за вопрос. Как мы, что мы делаем при снапшот-тестировании? Как это выглядит? У нас есть собственный сервис, который позволяет нам загружать скриншоты на бэкэнд, и в случае, если этот скриншот поменялся, например, то есть у каждого скриншота есть какой-то айдишник. Мы его всегда заливаем, и если этот скриншот поменялся, то нам на CI этот сервис говорит о том, что там есть какие-то изменения, пожалуйста, посмотри. конкретно там на EMR в GitLab. И если нас это устраивает, то мы просто жмем кнопочку Approve, и у нас подкидывается уже новый скриншот, как эталон. В принципе, выглядит это так. Так, второй вопрос. Как макет из фигмы попадает в нашу дизайн-систему? Ну, здесь все по нашему замечательному скраму. Дизайнеры нам ставят задачу на разработку. Это или я неправильно понял вопрос, руками в общем попадает. А, я понял, про автоматизацию вопрос. Нет, у нас сейчас в принципе все дизайны попадают в нашу дизайн-систему компоненты руками. То есть, мы просто их имплементируем, потому что чаще всего это кастомный лояут, что-то автоматизированное пока применять не получается. Потому что все должно работать универсально. Возможно, какие-то конкретные кейсы бы не работали. Ну, то есть, там все равно придется делать его самим. у нас время, я думаю, заканчивается. Тут еще один вопрос интересный. Как мы закладываем область тача в компонентах дизайн-системы? Если надо увеличить, например. Для этого в принципе есть у нас специальные модифайеры, которые позволяют нам просто область тача увеличить. Они есть у нас и в композе, и мы их активно используем. Всем спасибо большое за то, что посетили наш доклад. Спасибо большое.